Наверное, я чего-то не понимаю, это просто невероятно. До свидания шеи, до свидания поясницы. Окей, у меня ферритин 2. Да, я говорю как пенсионер. Давайте вспомним меня в 19 лет. О чем я думала, когда я говорила, что я хочу четверо-пять детей? Сейчас задену такую тему глобальную. Господи, помогите сформулировать мысль беременной женщине. Я взяла, кажется, не тот. У меня цветок стабилизированный. Какие животные? Как можно со своей жизнью так поступать? Привет, красотка! Это новая рубрика на моем канале, которая мне показалась просто гениальной, потому что я совмещаю здесь несколько вещей, которые я люблю. Я люблю готовить. Не часто, но люблю. Особенно люблю готовить что-то такое интересное. То есть не просто, когда это стало там рутиной, и вот ты должен, да, из такого вот настроения. А когда особенно есть какой-то интересный рецепт, и хочется что-то попробовать, например. Я люблю отвечать на ваши вопросы, взаимодействовать с вами, делиться своим опытом. Как вы догадались, мы это объединяем в сегодняшнем видео. И это что-то похожее на мою рубрику «Крашусь и болтаю», где я наношу себе макияж, отвечаю на ваши вопросы. Только здесь я буду готовить полезненькое блюдо. И это прикольно, мне кажется, такая атмосфера, как будто я вас позвала к себе на кухню. Мы будем готовить ПП-шурму, потому что тортилья для нее будет из чечевицы, из красной. А это содержание белка, это высокое содержание железа. Это потрясающий ингредиент. Если вы еще чечевицу в свой рацион не добавили, я настоятельно рекомендую. И не только потому, что она суперполезная, и там и клетчатка, и все-все-все. Это реально вкусно, просто и быстро. Потому что красная чечевица, например, варится минут 15. Из нее можно делать всякие разные супчики, соусы. Такой суперфуд, я бы вам сказала, и очень бюджетный. Почему у меня сейчас она в каком-то бульоне находится? Потому что для нашего рецепта ее надо было замочить, чтобы она немножко так разбухла, чтобы она приобрела нужную консистенцию и не была такой твердой, потому что мы будем ее взбивать. Точный рецепт вы все равно увидите в описании под этим видео для вашего удобства. Внутрь, почему она ПП, все-таки мы добавим с вами кучу овощей, кучу зелени. Мне, если честно, овощи есть несложно каждый день и по многу. Я их обожаю, все овощи обожаю. Но знаешь, что так не у всех. И есть понимание, что да, нужна клетчатка, да, овощи полезны, да, там 2-3 порции овощей, фруктов, ягод надо съедать в день. Но мало кто это делает, и можно вот таким образом довольно-таки вкусным, необычным добавить в свой рацион кучу овощей. В качестве соуса я решила сделать греческий йогурт с укропчиком. В качестве начинки у нас просто бомба овощная. Это болгарский перец, это огурчики, помидорки черри, лучок, потому что я люблю, когда хрустит. Но, кстати, с беременностью, именно вот во время беременности у меня обострилась почему-то реакция на лук. Точнее, не обострилась, она появилась на лук и на чеснок. Я чувствую, что если в блюде достаточно лука или чеснока, у меня потом неприятное чувство, я бы не назвала это изжогой, но я просто чувствую, что я поела лука. Поэтому я совсем чуть-чуть его добавлю. Авокадо, конечно же, куча зелени. У меня это салат листовой, ну, это может быть вообще любая зелень на ваш вкус, я руколу обожаю. И основа тортильи будет наша чечевица, представляете, всего лишь с водичкой, с солью, да, специями на сковородке. То есть мы с вами тортилью будем жарить как блинчики. И поэтому я решила сначала мы с вами лучше вместе здесь все нарежем, приготовим все ингредиенты, чтобы я не бегала туда-сюда. И когда уже вся начинка будет готова, мы перейдем с вами в зону плиты и там я начну уже жарить, показывать, как эти блинчики формируются. Я попросила вас в телеграме задавать мне вопросики на разные темы. Правило номер один на кухне. Волосы надо убрать, по крайней мере те, что свисают прямо. Для начала я порежу укроп для соуса. И ваш первый вопрос. Как приучить себя и свое тело постоянно быть в тонусе? Твой день начинается так рано, можешь рассказать секреты. Родите ребенка. В вашей жизни появится намного больше дел, задач, ради которых вам нужно будет вставать. Да нет, я шучу, конечно. Наверное, не надо рассматривать этот вопрос так узко, да, типа вот совет номер один. Заведите будильник, вы встанете раньше. Здесь такой подход. Если глобальный, то, наверное, надо вообще понять, зачем вам вставать. Зачем вам начинать этот день. Просто нам так хочется какой-то легкой таблетки. Обычно типа вот, поделитесь каким-то секретом. Наверное, я чего-то не понимаю, я чего-то не знаю. Но нет, в общем и целом, наверное, сама жизнь показывает, что люди, которые занимаются любимым делом, которые кайфуют от того, как они проводят каждый свой день, потому что они сами же его наполнили энергодающими делами. Понятно, что не все мои дела очень энергодающие. Я прям такая вся всегда в кайфе в абсолютном от любого действия. Смотрите, какая прелесть и какие запахи. Это просто невероятно. Например, даже, кстати, заниматься йогой. Опять же, тут, знаете, вопрос с двух сторон. С одной стороны, мне это дает энергию невероятную, да? Но, опять же, кто-то ставит вопрос так. Как заставить себя пойти на йогу? А как заставить себя там заниматься спортом и так далее? И где-то, я согласна, это определенное усилие над собой, чтобы наслаждаться конечным результатом по итогу. Вот как-то так. Получается, ты уже знаешь, что тебе это даст. У тебя есть твои энергодающие дела. Но иногда, чтобы даже к ним приступить, тебе реально нужен пинок, как бы это странно ни звучало. Это наш с вами соус. Это, конечно, если так глобально мыслить, глобально смотреть, когда ты понимаешь, что ты приносишь пользу людям. Ты понимаешь, зачем ты просыпаешься. У тебя есть какая-то своя миссия на эту жизнь. И она не обязательно должна быть какая-то супер глобальная. Стать самым известным артистом. Нет, очень часто вот такие глобальные штуки, особенно, когда у тебя до них расстояние очень долгое, большое, временное расстояние, они наоборот потом демотивируют тебя, и ты такой, блин, нифига, как далека моя цель от того, где я сейчас. Я, кстати, черрики нарезаю. А если их колечками нарезать? Я просто не люблю помидоры. Эти огромные чаще всего, пока еще не сезон, они могут быть не очень вкусными. В общем, если у вас вдруг не черри, скорее всего, большие помидоры, будет удобнее нарезать кольцами. У меня от того, что это черри, они маленькие, но зато они сладкие и вкусные. А если посмотреть на этот вопрос наоборот, не так глобально, а как-то вот прям советиками, очень можно многое изменить в плане энергии просто в вашем ритмом жизни, в вашем образом жизни. Банально, но когда вы просыпаетесь и когда вы засыпаете, отследите этот момент. Если вопрос о том, что, Саш, ты рано просыпаешься, так я заложусь спать в 10 часов. В 10.30 я вареная картошка, со мной можно не общаться, не разговаривать, не спрашивать ни о чем. И самое главное, мне так комфортно в этом ритме жизни. Я знаю, что у меня будет замечательный здоровый сон, я потрясающе восстановлюсь. Да, я говорю как пенсионер, но, может быть, я эти истины поняла рано. Но мне так комфортно жить. Я так делаю не потому, что это правильно, а потому, что я люблю ощущение здорового тела. И тело, у которого есть энергия. Для меня оно равно режим, например. Равно постоянное засыпание в одно и то же время. Ежедневные прогулки, то есть это свежий воздух, опять же. Несмотря на то, что у меня сидячая работа, я постоянно монтирую в ноуте. Это и до свидания шеи, до свидания поясницы. И поэтому своими физическими какими-то активностями, расписанием дня, я пытаюсь сделать так, чтобы у меня была компенсация, и я не весь день сидела. Еще последнее в этой теме, что сейчас мне просто пришло в голову, несмотря на то, что это прям отдельная тема для отдельного выпуска, это посмотреть в сторону витаминов и в сторону в целом до вашего здоровья, да. А это, кстати, и питание тоже. Это питание вообще тоже на первом месте на пьедестале, окей, стоит. То есть эти факторы, которые дают энергию. И речь тут не обязательно о том, что надо накупить каких-то витаминов, восполняться. Нет, желательно, конечно, восполняться едой. И восполняться вот это наши витамины с вами, то, что мы потребляем каждый день. И сдать анализы, например, на железо, на группу В витамины. Ну и, конечно, не просто их сдать, а желательно интерпретировать со специалистом, чтобы это не просто у вас в стол такое ушло. Окей, у меня ферритин 2. Теперь понятно, почему у меня нет энергии. Буду продолжать делать то же самое. Как ты видишь себя с двумя детьми? Я на восьмом месяце беременности. И я как будто в полной мере до сих пор не осознаю тот факт, что жизнь снова поменяется, развернется на 180. 180? Это как бы в обратное направление. Никогда не понимала, как правильно сказать. Если скажешь на 360, то ты там же окажешься. Если на 180, то ты развернешься назад. На 90 градусов. Там просто войдешь в другую сторону. Наверное, я говорила это уже не раз. Я безумно счастлива, что у нас разница в возрасте будет именно такая. Я имею в виду, что не меньше. Точнее так, я была готова, чтобы была разница в возрасте уже 3 года. Вы помните, да, наши первые попытки забеременеть? Они как раз были, когда Еве было 2,5. И значит, к моменту рождения малышки Еве было бы 3. Это для меня отличный, потрясающий возраст, когда я уже могла видеть Еву как взрослого человека в миниатюре. Да, там был кризис 3 лет. Да, вспышками мне казалось, что какой второй ребенок? О чем я думала, когда я говорила, что я хочу четверо-пять детей? Но это временно, это моментами. И это когда очень сложно. И, например, не было какого-то восстановления, восполнения энергии. Но вообще, конечно, нет. Я осознаю. У нас там уже коляска куплена для ребенка. Мы в деревню поедем, кстати, на этих выходных. И будем все вещи Евины, которые ей малы, которые мы, конечно же, оставляли. Потому что некоторые, знаете, там поношены, я не знаю, 2 дня, и она выросла. Мы, конечно же, все это оставили для второго ребеночка. И мы все это будем разбирать. Мне кажется, вот когда будет сейчас вот этот вот момент уже гнездования, да? В полной мере, блин, когда он уже будет? Потому что я так-то уже на 8-м месте. Я особенно пойму, да, именно в этот момент. Я этого ждала, я этого хотела. Поэтому, наверное, для меня нет такого, что как же я буду, как же, ну как бы, как бы, буду так, как планировала, как хотела. Мне кажется, будет классно. Схожу я за тарелочкой для огурчиков. Благодаря вот этой хорошей разнице в возрасте у меня есть уже приятные вот эти вот ностальгичные чувства о том, а как это было вообще, когда ты вот подгузники эти, ГВ. Потому что, ну, простите, ГВ это тоже такой долгий период, что если бы я не отдохнула от него, ну фиг знает, с каким бы энтузиазмом я бы подходила ко второму ребенку. Все равно вот эта твоя связь с малышом, постоянное ощущение того, что вы неразделимы, да? Ну ты от этого устаешь периодически в какой-то момент. И я рада, что у нас есть вот этот вот период, когда я восстановилась и заново теперь хочу это испытать. И, во-первых, Ева как минимум по своему режиму, да, она ходит в садик с радостью и удовольствием невероятным. У нее там появляются друзья. То есть вот, видно, эта социализация, ребенок оторвался от родителей. Я не могла такого сказать о ней, конечно же, в два, в два с половиной, даже в три под вопросиком. В три она начала как раз таки интересоваться людьми. Ну, людьми я имею в виду детьми. До трех, почему и садик говорят, да, там до трех бесполезен, ну как, не то, что бесполезен, сейчас задену такую тему глобальную. Действительно, психологи говорят, что садик до трех лет, он больше для родителей. И это тоже окей, мы же тоже должны как-то восполняться и должны жить свою жизнь и быть счастливыми, это нормально. Просто тут в том суть, что не надо себя обманывать, говоря, что, ой, моему ребенку нужно развитие от других деток, а ему там два. Вот сейчас для психики ему нужен его взрослый и изучать пространство, изучать кучу всего, пробовать кучу всего. Много двигаться, много гулять, по возможности руками что-то там делать, моторику развивать. Если посмотреть в два года, как детки взаимодействуют, они играют рядом, но не друг с другом. Наверное, бывают исключения или что-то еще. Я говорю про то, что я прочитала и то, как я видела у Евы это. Ее действительно не волновали другие дети до трех лет. А сейчас это не то, что не волновали. У нее тут уже и друзья, и там списки друзей, которые на день рождения надо позвать. А вот этих не надо звать. Свои какие-то микрокризисы тоже она проходит. Кто-то с ней дружит, кто-то с ней не дружит. И у нее уже не такая большая, не такая сильная зависимость от родителей. Ну и как раз рождается тот, у кого будет эта сильная зависимость и кому будет это нужно. Интересный вопрос. Почему ты ведешь блог? Какая у тебя мотивация? Вы понимаете, что в этом году будет 9 лет, как я веду блог. На 10 лет 100 баллов нужно сделать какой-то праздник. Я вот недавно работала с нутрициологом. И так интересно мы с ней работаем. Мы с ней работаем довольно комплексно. Однажды, как задание, у меня было писать, чем я довольна за сегодня. Точнее, в чем я довольна за собой. Господи, помогите сформулировать мысль беременной женщине. Чем я сегодня довольна? Нет, не так. За что я довольна с тобой сегодня? Наверное, вот так. И каждый день у меня этот список звучал одинаково. Суть в том, что я делаю каждый день примерно одно и то же. И у меня даже Катя спросила, тебе нормально в этом? То есть тебе ок, что ты делаешь? Одни и те же действия. У меня там реально, я помонтировала, я хорошо сняла это. Ну, то есть у меня в целом действия за все эти 9 лет, они повторяются. То есть ты создаешь контент, ты снимаешь разное, конечно же. Если бы я снимала что-то одно, я бы уже умерла со скуки. Для меня в этом и есть ощущение постоянного развития и разного контента. Что я могу сама, во-первых, выбирать все это. То есть я не на телевидении где-то работаю, где мне говорят тему. Я такая, окей, поехала смена. Нет, я отношусь к этому вообще как к абсолютно творческому, удивительному процессу, который интересен мне. Этот огурец на ноже. И поэтому мне всегда в нем интересно. Я никогда не снимаю то, что заказал какой-то заказчик. Или там монтирую какой-то контент, который мне не интересен. И я даже пришла к тому, что можно делегировать то, что тебе реально не интересно. Например, я честно вам призналась, что мне не интересно монтировать подкасты длинные. Ну, вот у меня рубрика новая появилась, между нами говоря. Но мне безумно интересно их снимать и смотреть. Но три часа, три камеры, звук везде, вставки, плашки. Мне это не интересно. И я делегировала монтаж. Вообще потрясающе себя чувствую. И контент выходит. И я монтирую то, что мне интересно. Потому что, например, влоги я в жизни никому, никогда не отдам. Два месяца монтировала влог с Бали. Ну и что? Я довольна каждой секундочкой. Что меня мотивирует, да? В чем твоя мотивация? Вопрос там. Как я обожаю перепрыгивать с темы на тему, я не могу. Перец Рамиро. Это потрясающий вкусный перец. Намного вкуснее, чем просто болгарский, который такой, знаете, ну как большой кончайничек. Он намного сочнее, слаще. Его чистить проще. Потому что вот эти все семечки остаются вот здесь. И моя мотивация здесь в том, что я и реализуюсь. Потому что, конечно же, если бы я это все снимала в стол, так скажем, да? То есть не для кого. Ну, я бы так долго не продержалась. Мне очень важна обратная связь. Мне нравится, что у нас с вами такой комьюнити. Вообще, если представить, сколько вас по всему миру это такая ценность. Конкретно каждый день я об этом не думаю, да? Что, о, это такая ценность. Но если так задуматься, это вау. Просто вау. Плюс то, что я могу быть полезна обществу. То есть я раскрываю какие-то темы, в которых я либо разобралась, либо у меня был какой-то опыт, я могу им поделиться. Ты в 19 и сейчас насколько разные люди. Фундаментально разные, скажу. Так, ну, хотя 19. Давайте вспомним меня в 19 лет. Это мой второй курс института. Мы начинали уже отношения с Денисом. Мне кажется, я была больше максималистом. Типа или все, или ничего. Знаете, такой подход. Когда очень открыт ко всему новому. И все новое для тебя это как новая истина. Ну, то есть меньше критического мышления. Я бы сказала, его вообще не было. Типа любая какая-то мотивирующая фраза или цитата, или книга могли так на меня сильно повлиять. И знаете, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, я там прочитала книгу «Магия утра», и я ее впитала вот так, знаете, как есть мемчик, когда вот так парень себе впитывает это в голову. Такое ощущение, что я реально вот этот файл, там, книгу просто разархивировала у себя и стала этой книгой. Она на меня очень сильно повлияла. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, уязвимо, да, довольно. То есть все, что ты, получается, там не прочитаешь, ты такой, окей, это моя новая жизнь, это моя новая реальность, это мои новые правила. Сейчас я уже ни одну книгу так не восприму. И ни одно высказывание кого-то, даже близкого человека, даже вдохновляющего меня человека, я не буду принимать это за истинную монету. Я такая скажу «Окей, это твой взгляд, это один взгляд, а есть еще этот ракурс, этот ракурс, что все не черно-белое». Не говоря уже о том, что 19 лет, это значит, что у меня впереди все развитие блога. Это значит, что вот-вот будет там первый миллион на канале. И вот это ощущение того, что я и публика, я и блог, это единое целое. А потом сепарация меня от этого блога. Ну, то есть, интересный период, но я бы ничего вообще не хотела менять или говорить себе «Эх, Сашенька, сделай по-другому». Нет, вообще, авокадик у нас порезан. И на самом деле, мы с вами можем, наконец-то, замешивать нашу тортилью, точнее, тесто для тортильи. Уже Денис ко мне пишет «Через сколько будет готово, можно приходить покусать?» Чечевица разбухла, очень даже хорошо. Нам сейчас ее нужно промыть, то есть, вот это мутное состояние, чтобы его не было. Вот, собственно, наша чечевичка. Так она выглядит. Я немножко не до конца слила воду. Все равно я мыла под чистой водой. И все равно мы будем еще добавлять воду. Еще водичка, да? И можно сразу смело добавлять пол чайной ложки соли. И любые специи. Можно добавить красную паприку, просто чтобы еще краснее был сам блинчик. Это было более красивенько. У меня смесь перцев. А, чили-острый приправа, погодите. Я взяла, кажется, не тот. Я хотела взять в основе этот. Ну, ладно. Денис будет счастлив, он обожает чили. Я сломала ноготь. Точнее, окей, я его не сломала, у меня отвалился гель-лак. И погруженным блендером начинаем все измельчать. Пока все это происходит, можно уже поставить, разогревать сковородку. Я использую масло авокадо. У него самая высокая температура дымления среди масел. Ну, конечно, масло авокадо иногда жалко использовать, потому что и салат можно им заправить, а не жарить на нем. Но если еще вспоминать, на каком масле можно жарить без вреда для здоровья, это масло кокосовое. Просто не всем нравится вот этот сладковатый привкус в еде. Тем более здесь у нас сейчас будет довольно-таки соленая, чечевичная вот эта шурма. Масло кхи. Но мне тоже его привкус не нравится. А авокадо очень нейтральное. Зацените консистенцию, пожалуйста. Вот что мы имеем. Такое однородное довольно-таки тесто. Перед самим наливанием на сковородку прям хорошо перемешайте, чтобы не осела густая часть и не осталась у вас только водичка, да, вот в этой взвесе. И наливаем нашу лепешечку. Прям можно смело добавлять, если за один раз не долили. И ждем, когда хорошенечко она прихватится прямо. В качестве специи еще хорошо. С чечевицей всегда куркума. Куркума, правильно. И зира. Но так как я первый раз пробую, я решила просто попробовать. Посмотрим. Может быть, попробовав ее в готовом формате уже с овощами, так хочется уже кушать. Может быть, я пойму, что саму лепешечку лучше какими-то специями обогатить. Когда согласилась выйти замуж за Дениса, не было ли чувства, а вдруг мне нужен другой человек? Нет, не было такого чувства. Ну, если бы оно было, я бы не сказала, да. Как можно со своей жизнью так поступать? Сразу подготовлю тарелку для готовых лепешечек. Придумали ли вы имя для будущей малышки? Да. Но я скажу, наверное, когда она родится, потому что я, во-первых, хочу точно убедиться в своих чувствах, что точно такое имя. Хотя, честно скажу, у меня очень мало вариантов имен женских, которые мне нравятся. Одно из них это Александра, если что. Да не потому, что меня так зовут. Мне, правда, оно очень нравится. Пришел наш подопытный на обед домой. Подопытный голодный. Подопытный голодный. Это шурма с чечевицей, я тебя знакомлю. То есть, сама тортилья с чечевицей, внутри овощи и соус из греческого йогурта. Короче, мне интересно, знаешь, что, как сама лепешка на вкус чувствуешь ли ты чечевицу? И как по соли и по специям, потому что я чили добавила, перепутала, добавила чили в саму лепешку. Чили я не чувствую? Ну, потому что я остроед. Ну, да. Вообще сочно, вкусно. Мне нравится соус, который с травками вот этот. Вот этот. Сметанный. Класс. Ну, очень вкусно. Спасибо. Не таких восемь. Ну что, ваша хозяюшка накормила мужа. Пора накормить и себя. И заодно отвечу на еще несколько вопросов. Что сразу хочу, кстати, сказать по лепешке. Попробовала я ее приготовить без масла вообще. Не пробуйте. Все пригорает. Хотя у меня антипригарная сковородка. Я попробовала отдельно лепешку. Все прекрасно слышно. Все специи. Это просто Денис, правда, огненный человек. Ему том-ям, знаете, нужно самой сильной остроты. Соберем нашу лепешечку, значит. Намазываю соусом. Пока отвечу на вопрос, хочет ли Евочка домашнего питомца, что будете делать, как реагировать, если вдруг захочет. Конечно, хочет. И она хочет уже его давно. Мне кажется, это ее, ну, такая несбыточная мечта. Несколько лет. Ну, что поделать. Я как бы здесь реально смотрю на вещи и понимаю, что мы путешествуем. У меня цветок стабилизированный. Какие животные? Я сама очень хотела бы котенка или собачку. Но, опять же, я понимаю, что в городе им не так классно, как, например, на природе. Может быть, когда-нибудь, опять же, по готовности мамы Дениса, моей свекрови, мы возьмем собаку в деревне. Потому что, мне кажется, что животным нужно гулять, если думать не только о том, кого ты хочешь взять себе, чтобы у тебя кто-то был, пока тебе это удобно, а так, чтобы еще и животному было комфортно. Я просто, когда слышу иногда этот лай собачий от соседей, просто страдающий весь день пес, которого оставили дома, я не хочу такого. Для меня это такой же ребенок, по сути, как и настоящий ребенок, только мохнатый. Мы ходили, например, в кота-кафе, потому что Евочка хотела их потрогать, погладить. Но, опять же, я бы не сказала, что это какое-то удовольствие такое было ей доставлено огромное. Поэтому, да, живем вот так. Смотрите, что я сделала. Я накрыла лепешечку. Я ее, кстати, пробовала в теплом виде у Дениса и поняла, что мне и в холодном, и в полутеплом, в полухолодном каком-то таком виде тоже будет очень вкусно. Итак, пробуем. Moment X. Потрясающе. Как бы сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Тут, в принципе, все, что я люблю. Было бы удивительно, если бы не было невкусно. Но лепешка сама по себе. Во-первых, вообще не считывается, что это чечевица. У меня просто как вот какая-то лепешка. И классно, что при этом это безумно полезная лепешка. Ну да, вываливается как бы немножко начиночка. Это не тот момент, когда такая завернутая шаурма. Мне вообще нравится вариант такого блинчика даже просто приготовить Еве. Не обязательно вот так наполнять, потому что она это вообще не сможет съесть. И она, кстати, не очень любит всякие соусы. Для нее, знаете, вот лучше все отдельно. Ева это, знаете, амбассадор боулов. Это когда у тебя на вот такой тарелке, например, плоской, все ингредиенты отдельно друг от друга не замешаны в салат. То есть салаты, чтобы вы понимали, она в жизни не ела салаты. В общем, прелесть в том, что каждый по своему вкусу может добавить сюда что угодно. Вот мне очень нравится такой сочный легкий вариант. Для кого-то может показаться здесь типа нет мяса или сыра. Мне бы вообще в голову не пришло, мне не хочется. Во-первых, у нас достаточно белковая такая плотная основа в виде вот этого блинчика. Во-вторых, вот эта свежесть овощная, хрусткость. Это вообще, это неповторимо. Потому что я видела, что кто-то делает такие кисадилии, такие тортильи с яичницей. Ну, для меня это было бы супер сухо как-то здесь вот как будто плотно. Или сыр тоже. Мне вообще не хотелось бы. Потрясающая рубрика получилась. Я и ем вкусно. И с вами рецептом классным делюсь. И на вопросы отвечаю. Напишите, как вам, кстати, эта рубрика. Что я, возможно, бы поменяла или поэкспериментировала с чем бы? Это со специями в самой лепешке. Можно добавить зиру и куркуму. Куркуму. И лепешка, во-первых, станет еще ярче. А если еще паприку добавить, именно сладенькую, она бы вообще была красная. Тоже прикольно. Но я больше даже про сам вкус зиры. Я очень люблю просто зиру. С бобовыми она еще потрясающе сочетается для нашего ЖКТ. Против вздутия. Потому что у многих на бобовые вздутия. Хватило всех ингредиентов на 4 таких кисадили. И это сытно, сочно, вкусно, невероятно полезно. А у меня последний вопрос. И заодно витаминки выпью после еды. Я пью железо. Я пью витамин D. Я пью кое-какие мультивитамины по беременности. Но они не связаны конкретно с беременностью. Они связаны с еще и дефицитами, которые у меня есть по анализам. Омегу и йод. А вопрос достаточно часто мне задают. Я последнее время его как-то обхожу стороной. Про мое питание сейчас. Что изменилось? Был у меня период, я месяцев 9-10, почти год, короче говоря, не ела ни сыр, ни яйца, ни мяса, ни рыбу. Ну, то есть, практиковала веганство. Я по-прежнему не ем мясо, но я вернула в рацион рыбу, морепродукты, яйца и редко довольно молочку. То есть, вот цельное молоко я не пью вообще, а кисломолочку периодически, да. Но связь кисломолочки и моей кожи, или, я имею в виду, высыпаний, на лице периодически, сейчас я не могу до конца понять, потому что я сейчас беременна. Возможно, это какие-то гормональные изменения. Я даже не знаю, мне нечего здесь в целом прокомментировать, то есть, у меня не было какого-то дефицита на веганстве, из-за которого я решила что-то вернуть. Потому что, вообще, вегану рознь. Знаете, можно просто взять, у тебя вот есть рацион, ты там ешь и мясо, и яйца, и все-все-все, и взял такой просто буду веганом. Убрал все продукты животного происхождения и оставил то, что оставалось. А это где-то там салатики, где-то фрукты, где-то какие-то овощи. И это очень недолгосрочная просто убрал хоть какое-то поступление там нутриентов, белка в свой рацион и не заменил их ничем. У меня была история все-таки более адекватная, потому что, убрав все продукты животного происхождения, я все-таки их заменила на альтернативы растительного происхождения и более того, во многом даже более полезные, скажем честно. Познакомилась с новыми продуктами, познакомилась с новыми рецептами. Просто, во-первых, я стала меньше готовить дома, а когда ты меньше готовишь дома, ты автоматически скатываешься в какие-то истории в кафе, то есть я имею в виду, что заказываешь блюда в кафе, а там они не всегда такие, как ты сам себе приготовишь, ты не проследишь за этими составами и не везде, даже в Екатеринбурге, хотя у нас много классных заведений, правда, но не в каждом заведении, не будешь жить в одном и том же каждый день, например, есть, не в каждом заведении ты полноценное блюдо себе выберешь. Сейчас пока так. Вообще, я ни на что не подсаживаюсь как бы до конца и ни о чем не говорю, что вот так будет теперь всегда. Не знаю, время идет, ты как-то анализируешь свое и состояние, и желание как-то действовать прямо сейчас, у тебя меняются какие-то ориентиры, ты узнаешь какую-то новую информацию, и это нормально. Ну, а я оставляю здесь свои соцсети, благодарю за просмотр и увидимся с вами совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!